А! Нет! Давайте не петь! Идём! Сейчас! Вот прямо сейчас! Прямо сейчас! Ты расскажешь, что такое мудрофония. Знаете, что это цветы зла? Да! Концерт! Я не знаю. Так, всё, интерактив! А то я свою биографию не помню. Ну не знаю, прочитайте мне. Вот! Фишка цветов зла какая! Вот, видите, колонки стоят неаккуратно как-то. Вот это мы так сделали, чтобы вы оценили. Фишка цветов зла в квадрофоническом звучании. Она вас обволакивает. Тём, что это такое? Начнём с того, что мы видим обычно на всех концертах. Это две акустические системы слева и справа. И получается так, что звук идёт только спереди у нас. Это классика, это везде, это так всегда обычно. А на цветах зла Ярослава внезапно торкнуло, что нужно сделать как в кино, потому что я ему много рассказывал про кино. Видимо, наверное, да. Маша, принеси блинечку на такую крутость и качество. И значит, мы решили очередной эксперимент сделать. В принципе, это было интересно и мне, так как звукотехник от звукорежиссёра отличается тем, что техник просто подключает провода, а режиссёр он придумывает. И это как раз было очень интересно придумывать, как с помощью новой технологии квадрофонии, про которую я расскажу чуть позже, можно достичь усиления каких-то драматургических эффектов. То есть, как с помощью технических средств можно расширить восприятие музыки, восприятие творчества. Ну и, собственно, касательно квадрофонии. Это, по сути, мы добавляем ещё две колонки за спину зрителя. И получается так, что мы можем... Звук идёт с задержкой, да? Как бы не просто с задержкой. Там всё очень хитро, да. И если в стандартной системе у нас звуковое поле вот, получается, спереди, то есть примерно градусов 90, то с помощью ещё тыловых колонок мы получаем охват в 360 градусов. И таким образом мы, например, когда у нас читаются какие-то стихи, или же поётся песня, сзади, например, может проявиться автомобиль. Ну вот, предположим, шум улицы, шум дождя там. В общем, пространство для творчества просто огромное, на самом деле. И впервые эту технологию мы применили, да, на... Единожды. Да, пока что единожды на концерте «Цветы зла». Что ещё? И она не зашла. Почему единожды? Потому что времени не было. Да, я ещё могу чуть-чуть добавить. Почему, например, на последнем концерте её не было, потому что... Мы хотели сделать, да, в «Космонавте» её. Да, да, в «Космонавте». Но это очень сложно. Я не скажу, что это безумно сложно, но это очень сложно. Как с точки зрения зала, так и с точки зрения как бы микширования всего в реальном времени. В общем, это огромное количество всяких запар. И мы вот на данный момент решили всё-таки максимально хорошо сделать обычное стерео, то, что есть. А в будущем, может быть... Мы сейчас запарились. У нас тут квадрокомната у нас квартирник. Мы вот так везде... Ой, как ты красиво говоришь, оказывается. Таких ситуаций не было вообще. Ну, собственно, да. Тёма вам объяснил, наверное, понятным языком. Потому что я вижу не слова. Я что-то вижу, а Тёма понимает и делает. Вот. И благодаря вот этой вот штуке, вот этой технологии... Ярослав проникает во все души. Ваше сознание будет. Ну, по сути, да. Тёма говорит, высший комплимент был, когда кто-то вылит цвет из зла, концентрация вперёд, и щелкобарапи. Когда пришло, допустим, в тыльное. Очень интересно. Сейчас мы продемонстрируем комнатную какую-то такую, да? Комнатную квадрофанию прямо вот на премьере трека. А? Круто? Круто. Старые. Понял? А можно ещё детальку? Просто интересно. Точнее, я помню, сколько ты тратишь... Вот, Тёма, допустим, мы написали аранжировку, да? Тёма её свёл. Сколько времени ты тратишь на то, чтобы превратить её в квадроаранжировку? Ну, это уже занимает не так много времени. Основная сложность — это в контроле. Чтобы сделать себе вот эту квадроаранжировку, недостаточно не просто мониторов обычных, не наушников, потому что в наушниках это сделать невозможно. Приходится у себя в комнате городить примерно такую же систему... Поэтому, я говорю, это точно точно как у Тёма дома. Да, всё с потолка... Бабушка приходит и... Еврейское общество ещё не знает. Да-да-да, вот. И... Ну, собственно, когда ты эту систему уже нагородил, когда все провода с потолка свисли, это... Ну, не больше часа. Ну, и... Да, всё хорошо. Вот, металл висит. Такое. Мы запускаем трек, да? Запускаем трек. Спасибо. Спасибо.